Приветствую, на связи НьюСолдат. Я подготовил сюжет, что стало с первым советским солдатом, попавшим в плен в Афганистане. Еще в 1981 году, то есть практически через два года после ввода советских войск в Афганистан, попал в плен к маджахедам 19-летний танкист Валерий Диденко. В плен он попал не один. Вместе с ним там оказались сержант Юрий Григорьевич Поварницын, и вот тут официальная информация разнится. По одним данным проходит 19-летний рядовой Юркевич, по другим – капитан Сидельников. К слову, имена их также не приводятся. Итак, трех боевых товарищей содержали в тренировочном лагере в провинции Заболь, на границе с Пакистаном. Неизвестно, как сложилась бы судьба этих солдат, но их спасло всего лишь стечение обстоятельств. Сначала их оставили в живых чисто в декоративных целях, чтобы показывать прессе. Затем, когда их фотографии появились во всех мировых СМИ, убирать знаменитостей, возьмем это слово в кавычки, стало как-то, скажем так, не совсем удобно. Так что в итоге жизнь советских солдат была спасена благодаря большому вниманию со стороны западных журналистов. Позднее при содействии Красного Креста пленные были вывезены в Швейцарию. Об этом договорились представители СССР и маджахедов. Там солдаты должны были находиться в заключении до окончания войны в Афганистане, но не более двух лет. После этого их следовало вернуть народе. Кстати, к фразе «должны быть возвращены в Советский Союз», произнесенный тогда представителем Швейцарского министерства иностранных дел, сразу же появилось множество вопросов. Эта формулировка, не исключающая возможности насильственной репатриации в СССР и строгая изоляция интернированных, вызвали беспокойство русской эмиграции, которая еще помнила ужасы насильственной репатриации бывших советских граждан после Второй мировой. Некоторые организации даже направили письма в Швейцарское министерство иностранных дел с просьбами о разъяснениях, однако последняя упорно молчала. Тем временем местные газеты писали о том, что все трое советских интернированных живут вместе в тюрьме Сант-Йохансен в Эрлахе и занимаются сельскохозяйственными работами. Они отрезаны не только от всего мира, но и от других заключенных этой тюрьмы. Эти строгие меры, необычные в швейцарских тюрьмах даже для преступников-убийц, были предприняты по настоянию советских представителей в Швейцарии. Только советские дипломаты имели право регулярно посещать интернированных для идеологической обработки. Таким образом, СССР удалось устроить на территории демократической и нейтральной Швейцарии небольшой островок ГУЛАГа. В июне один из интернированных совершил попытку побега из тюрьмы, был он пойман швейцарской полицией довольно быстро, так как не знает ни одного языка, кроме русского, наводит на мысль, что следовало бы выяснить мнение самих пленных о происходящем. Инициатива в переговорах исходила от Красного Креста, и советские власти лишь уступили его настойчивости. Видимо, тут большее значение имели политические и пропагандистские соображения, так как пленных у СССР не было, могли быть только предатели. Потому и Валерий Диденко и его товарищи по несчастью официально считались дезертирами. В 1985 году он и еще один бывший советский солдат решили вернуться на родину в Советский Союз, остальные остаться на Западе. В связи с этим некоторые СМИ напечатали сообщение, что в СССР Диденко приговорили к 10 годам трудовых лагерей по статье 64 УК РСФСР «Предательство Родины». Однако советское информагентство «Новости» опровергло эту информацию и сообщило, что Диденко никогда не арестовывался и не приговаривался ни к какому сроку. По некоторым сведениям, он проживал в Запорожье, где работал оператором крана. Так или иначе, но Диденко был как минимум первым советским солдатом в руках маджахедов, который попал в объектив западных журналистов, что и спасло ему впоследствии жизнь. Остальным, если так можно выразиться, повезло меньше.